Крысы из Лавония – таковы последствия гор мусора на улице Корякинской. Местные отмечают, жить в таких условиях просто невозможно. Вывозом мусора здесь занимается приморский экологический оператор. Однако жители близлежащих домов давно заметили – мусор забирают только из контейнеров. Всё, что в процессе уборки упало мимо машины, а также прочий крупногабаритный мусор, месяцами лежит рядом с контейнерами. «Руководство ПЭКа на мои заявления прошлого года и позапрошлого ответов не даёт, мусор не вывозится, оставляется вот такой бардак. Ну, как ни удивительно, сегодня это ещё так. Мыши тут по 30-40 сантиметров, и крысы бегают. Люди это злово нюхают, который прилежащий дом и бывшее общежитие завода эра». Машины приморского экологического оператора приезжают сюда каждый день. Но ситуация лучше не становится. Кругом сплошная антисанитария. «Они приезжают каждое утро. Каждое утро. Но получается как? Они вываливают вот эти бачки, и всё, что высыпается из бачков, оно остаётся всё на земле. То есть, дополнительно, чтобы взять это всё, подгребсти лопаты и всё собрать, у них это не происходит почему-то». Жильцы не раз обращались с жалобами напрямую в организацию, но письма остались без ответа. Корреспондент «Восьмого канала» связалась с приморским экологическим оператором. Там объяснили, крупногабаритный мусор вывозят раз в неделю или по обращениям граждан. А вот покрышки, остатки стройматериалов и мелкий мусор вокруг контейнера – зона ответственности управляющей компаний и дворников. «Крышки от автомобилей не являются отходами продуктов жизнедеятельности. То есть, крупногабаритный мусор, который вывозится перевозчиком, это всё то, что стало ненужным в процессе жизнедеятельности. То есть, вынесено из дома. Это ненужная мебель, ненужная ли сломанная бытовая техника, матрас, подушки. То есть, те предметры, которые не входят в контейнерный бак, вот как обычный бытовой мусор». «Нет, ну, безусловно, конечно, если высыпалось очень много мусора, да, прямо вот, вот взял и рассыпался, конечно, перевозчик должен подставать, но если вывалился при этом фантик или какая-то бумажечка отлетела в сторону, вывоз мусора не всегда производится днём, он может производиться вечером, и работник просто может не увидеть. Поэтому, если это какие-то, ну, отдельно такие мелкие какие-то предметы, в принципе, их может подмести и дворник, всё равно он подметает территорию». Специалисты также рассказали, контейнерную зону можно облагородить. Для этого необходимо обратиться к собственнику земли. В случае дома по улице Корякинская – это управляющая компания. Информацию подтвердила и администрация города. Тем не менее, экологический оператор после обращения журналистов обещал направить сотрудников на Корякинскую-33. А вот изменится ситуация или нет, покажет время и 8 канал. Юлия Ракотская, Яна Якубич, Игорь Егоров. Новости на 8.